привет youtube привет вот третья часть будет видео нашего смотрим тут уже железка у нас пожеванная и третий вариант тренировки это когда и клеевая и крючки ну это как бы завершающий этап потому что при ремонте вмятин важно пользоваться и тем и другим и уметь пользоваться и крючками и клеевой системой вот третий вариант когда мы будем делать и клеем и крючками все тоже и все те же еще раз вот сниму тут не идеально все но вопрос не в этом опять ложим тряпку берем волшебный молоток и бабах что-то я перестарался вот такой вот залом получился у нас здесь складка у нас здесь и здесь и здесь и даже вот здесь вот на ребре у нас вышло вот и посмотрим что можно сделать для начала конечно такие вещи правятся рукой или еще чем-нибудь но ремонт будет не простой опять же эта тренировка не получится ничего страшного но я считаю что тренироваться надо от простого к сложному дабы навыки все время шлифовались и улучшались и оттачивались итак поехали у нас красота первонаперво первоначальная будет правка потому что залом огромный буду править вот таким вот наконечником или насадочкой которая с резинкой и у нее большая площадь вот мы видим вот там шарик первонаперво особо сложного ничего тут не будет потихонечку помаленечку просто пытаемся приподнять где это упругая деформация она хлопнула и все вот что у нас осталось осталось у нас вот она ребро залома вот видно линия прыгает и вот эта часть где собственно был непосредственно удар вот и опять же еще раз повторюсь вот она у нас вмятина и вот здесь опять же выскочила ребро и очень хорошо видно ну что вот эту вещь удобно делать для начала клеем когда уже клей перестанет работать у нас наступит очередь крючка здесь мы вот этот рубец ребро которая вышла лишняя так сказать металл она вот так встала мы его будем вот так пробивать пробойником здесь вот это вот вмятина линия играет мы будем поднимать либо крючком либо клеем ну что теперь нам понадобится пистолет ставим пусть он в режим входит и начинаем потихонечку на руку вот у нас есть вот такой пока ты пистолет нас входит в режим вот такой есть крючочек он работает на скручивание но и не только берем и вот эту вмятинку правил потихонечку помаленечку поднимаем да тут мельчайшие на пол как бы есть в данном случае нам нужно не красота опыт мы давим и смотрим что получается как получается как распрямляется вмятина вот ее отчетливо видно я стараюсь снимать опять же правим без фанатизма по чуть-чуть поддавливаем вверх вот уже вот эта часть отсюда досюда сантиметра три более-менее как мы в линии вот здесь видим нам более-менее стало на место вот он пошел издум опять же вот эту вот вот это ребро надо сейчас будет под пробить будем вот таким мало точкам одна насадка обрезинена другая у нас овалом грибочком и потихонечку более плавные края и вот в этой вмятине и на вот этом ребре потихонечку она становится плавной кое-где получаются маленькие как бы от молотка такие наклепчики но это ничего вот он залом у нас аж вот докуда доходит не знаю передает камера телефона или нет ну да вот видно его аж до сих пор где там потихоньку забиваем стараемся стучать потихоньку аккуратно чтобы не получались заломы как мы видим еще ребро здесь у нас есть и в линии вот видна вмятина линия играет ну естественно вот она наша вмятина непосредственно куда пришелся удар молотка так пока хватит сейчас попробуем немножко клеем поработать поработаем чуть здесь приподнимем здесь опять осадим вот это ребро приподнимаем массаж и здесь тоже самое сейчас будем приподнимать юбочка будет выходить вверх мы ее бы массаживать и разравнивать первый пошел опять же выдергиваем не шишку а слегка металл вот легко металл поднимаем сейчас покажу чуть-чуть приподняли даже лишнее вот дальше углубление идет по чуть-чуть приподнимаем то есть наша задача здесь поднять а здесь ребро это забить этот металл должен сместиться сюда и вместо вот такой ямы должен быть плавный овал также как здесь вот у нас на крыле повторить эту форму потихоньку сдвигаемся дальше и я сильно не даю ему замерзнуть клею чтобы поднимать по чуть-чуть и так дальше 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 и так далее пока не приподнимется металл потом опять же под пробьем здесь и металл этот постараемся перераспределить вот в эту ямочку вот она видна вот она здесь мы металл поднимем а здесь пробьем чтоб он ушел все что получилось вот заломчик у нас был почти что вышел осталось ребро что хочу сказать вот грибочек казалось бы да он там по чуть-чуть поднимает ничего подобного сейчас вот здесь вот на ровном месте я его же приклею и вытянул очень сильно и он дернет очень даже сильную шишку вот это место сейчас я вот сюда приклею покажу что он тянет как надо тянуть просто надо здесь опять же повторюсь аккуратно делать не перетягивать металл вот и вот такие вот вещи тоже надо поднимать потому что металл здесь сложился он натянулся сюда и плохо отдает нам сюда то есть вот эту вмятину тоже надо было бы приподнять вот я приклеил крючок дал время выдержки побольше и буду на отрыв делать смотрим что получается довольно серьезный шишмарь вот здесь вот в этом месте где была у нас вмятина такой шишмарь нам не нужен поэтому еще раз повторяю делать надо все аккуратно реки тянут очень даже хорошо поэтому перебарщивать с этим не надо ну что пробиваем вот этот заломчик здесь мы чуть приподняли клеем пробиваем заломчик если надо еще повторим вот так не торопясь ставим плоскость на место потому что здесь опять же повторюсь вот такой излом а у нас тут плавная такая дуга вот и лишний металльчик как бы забивая это долго и скучно снимать я это не буду вот видно ребро тут еще есть забью потом продолжим дальше легче тебе работу залом идет вот откуда сюда я решил немножко вот этот вот это место приподнять чтобы чуть освободить металл сюда сюда вот он залом тоже у нас есть видим поэтому я его немножечко чтобы ослабить чтобы было легче поднимать металл я немножко здесь вот этот рубец подниму чуть-чуть приподнял не сильно вот перейдем сейчас сюда чуть-чуть поднял здесь теперь займемся непосредственно вот этой вмятина естественно я тут все по обстучал чтобы было плавно и немножко начинаем приподнимать эту вмятинку вот у нас она такая красивая начала не торопимся и выдернуть и выдернуть с одного раза так получается только у мастеров а мы еще только учимся поэтому вот так потихоньку подтянул вот небольшой люфт очки есть берем по чуть-чуть и приподнимаем очень легко вот и смотрим что у нас получается неудобно и снимать и говорить и делать вот как мы видим большая часть вмятины вышла вот но осталось процентов 40 от вмятины но и опять же как мы видим получили мы шишку опять же все это плавненько аккуратно разбиваем и и поднимаем уже более мелкими грибочками то же самое в принципе можно сделать и крючком вот у нас тут доступ есть вот они дыру сечки ну я сейчас сейчас разобью вот эти выступы более плавно и посмотрим что можно сделать дальше как можно плавнее разглаживаем края у мятинки чтобы они такие были плавными вот и опять слилась мятинка получилась продолговатая такой же грибочек и выбираем и по чуть-чуть приподнимаем до легкого отстрела смотрим что у нас получается вот уже неплохо вот ну и в принципе я сейчас возьму крючочек вот такой вот залезу сюда и чуть-чуть поправлю крючочком вот к сожалению снять неудобно я поковырял немножко крючком что у нас получилось вот здесь где была у нас вмятина у нас такая и шишечка и вмятинка получилось вот ну в принципе уже скажем так неплохо опять же забиваем лишнее поднимаем то что у нас еще есть в этой вмятине сейчас постараюсь снять вот мы видим это вот место где пришелся удар молотка рядом тут конечно у нас немножко отвлекает вот это место залом дальше у нас вон он вот он наш залом который вот так идет через всю деталь вот так аж сюда до края крыла и вот ребро у нас вот мы на это не на ни на что внимание не обращаем мы делаем именно только то что нас интересует а нас интересует вот это место вот как линия видим прыгает вот забиваем то что торчит а то что у нас в провале в ямочке находится приподнимаем опять же по чуть-чуть без фанатизма вот подразбив плавную такую вмятинку я сделал опять же насколько это возможно сейчас еще там внутри надо немножко шишечки разбить и опять приподнять вот здесь у нас был залом здесь у нас была вмятина вот оно наше место удара куда я саданул молотком да тут до идеала далеко но опять же все пожевано но чтобы так сказать видео было покороче покажу что есть и что было а вот вот что у нас было и вот что у нас стало вот на вот эти помарки еще раз повторюсь деталь тренировочная вот на это все мы не обращаем внимание в принципе в принципе для тренировки пойдет хотя тут вот мы видим надо доработать чуть здесь приподнять чуть там забить но тут вопрос не в том чтобы все это сделать прям идеально красиво вопрос том чтобы тренироваться в том чтобы правильно ставить металл а вот до чистка вот этих мелочей это уже немножко другое поэтому в этом видео речь не будет идти и как видно мы пользовались и вот крючками разными насадочками но опять же клеем пробойником и молотком вот собственно третий этап когда совместно работается и клеем и работается крючками ну еще раз покажу что у нас было вот что у нас было и что стало так что вот вот так вот есть смысл тренироваться чтобы научиться еще раз скажу на своих ошибках пока вы свой опыт не заимеете как и что у вас получается и не научитесь пользоваться этим особых успехов не будет все всем спасибо за внимание считаю что я ответил на вопросы ребята много пишет спрашивают вот покажите хотя бы по возможности насколько это возможно как вы тренируетесь как вы добиваетесь так сказать результата как у вас получается как не получается да как у всех вот чем больше учишься тем меньше знаешь ну собственно на этом и все всем привет пока пока до новых встреч